МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так. Первая открытка детям. С Божьим народжением и Новым годом. Ее письмо рады дети в Украине, друзья в России. Маленькая поздравительная открытка сегодня. Та ниточка, которая связывает пожилую женщину с родными и близкими. Единственный способ общения, надежда на то, что сказка все-таки случается. Хотя бы под Новый год. Мы в основном не позволяем, потому что не получается. А хотелось бы. Хотелось бы попутешествовать, хотелось бы поехать там куда-то. Вам за 60, вы на заслуженном отдыхе, а нигде, кроме как в Крыму, не были. По статистике, ежегодно за границу выезжают единицы пожилых белорусов. Будь то романтическая Франция, знойный Египет или соседняя Литва. Хотя, казалось бы, что мешает, будучи на пенсии, свободным от работы и маленьких детей отправиться в далекие страны, как это делают европейские бабушки и дедушки. По данным Министерства экономики, пенсионная система в Беларуси функционирует стабильно. Размер пенсии растет и выплачивают их своевременно. Последний раз пенсии повышались два месяца назад, в ноябре. Получается, сегодня средняя пенсия белоруса 450 тысяч белорусских рублей. Или 160 долларов. Татьяна Андреевна Корнеева полвека проработала учителем математики в сельской школе. Сегодня, чтобы выжить в частном доме, одинокая 80-летняя женщина каждый месяц должна выводить в свою индивидуальную формулу. Формулу экономии. Я купила два прицепа машин, этих дров. Я отдала 400 тысяч. Теперь надо три тонны брикета купить по 70 тысяч. Посчитайте сколько. И привозка очень дорога. Таким, как Татьяна Андреевна, помогают социальные работники. В каждом из 118 районов республики действуют территориальные центры соцобслуживания. Надо в магазин сходить. Так. Надо, может быть, подместь убрать чуть-чуть. Хорошо. Ну и как обычно, всегда мне все... Рома у вас есть, Татьяна Андреевна? Водички надо принесть. Правда, за такую заботу тоже нужно платить. Прискорант, хотя и щадящий, тем не менее ощутимый. Так, пожалуйста. 100, 200, 300, 350, 360. Мы с вами в расчете. Делать добро – ее профессия. Тетя Валя ухаживает за стариками уже 20 лет. Вот только зарплаты социальных работников немногим отличаются от пенсий их подопечных. У нас очень большая текущая часть кадров. 430 тысяч. Самая маленькая у нас зарплата по республике. Вот, повышения не будет, как мы вот всегда интересуемся на собраниях, потому что странный кризис. Сегодня Беларусь по праву может называться страной пенсионеров. В 10-миллионной республике каждый четвертый на пенсии, а это 60% от экономически активного населения. Поэтому в период кризиса для государства зачастую забота о пожилых превращается в головную боль. Александре Федоровне 87. Муж умер, все подруги тоже. А потому грядущий Новый год, который она будет встречать с единственным своим другом, дворнягой Молей, повод отнюдь не для радости. Я по существу одна. У меня дети, но они все далеко. Я не могу их позвать, потому что у них свои семьи, свои интересы, своя работа, свои детки. И поэтому, видимо, еще и это имеет значение. Это мой племянник. Ее родной племянник известный на просторах СНГ музыкант. После инсульта, чтобы не стеснять родных, она сама попросилась в приют. Племянник меня, мы встречаемся в городе, потому что так лучше, понимаете, он же тоже занятый человек такой. Так я езжу. Сегодня из 2,5 миллионов пенсионеров 600 тысяч одиноки. А потому все 70 интернатов, что есть в Беларуси, переполнены. Так, на восьмую руку. На, я доволю. Чтобы попасть в этот интернат, нужно отстоять в очереди. На проживание в госучреждении из пенсии каждого постояльца вычитают 80%. Но этого недостаточно. Еда и забота медперсонала стоят куда дороже. Свои пенсии они не оплачивают обслуживание и питание. Часть денег доплачивает государство. Случайно, за пенсию так и не проживешь как у вас? Нет, нет. Да в любом доме-интернате тоже просчитывали средний прожиточный минимум. Это получается гораздо больше, чем полная пенсия пенсионера. Так и у нас. Пожалей душа, моя зазнобушка, молодецкого плеча. Существующую в Беларуси пенсионную систему называют солидарной. Она действует по принципу работающий платит за пенсионера. Но уже сегодня на одного пенсионера в республике приходится меньше двух работающих. А через 30 лет, согласно данным ООН, пенсионеров и вовсе будет больше. Нынешняя система, она в принципе работает, ну, еще лет 5 без дефицита. То есть потом она начинает потихоньку генерировать дефицит. Даже, в принципе, даже меньше, чем 5 лет, пожалуй, и она уже начинает генерировать дефицит. То есть денег для того, чтобы платить такую же пенсию, ну, в процентах, вот средней зарплаты, уже может начать не хватать. Это значит, что тогда либо у трудящихся придется забирать большую часть зарплаты на выплаты старикам, либо урезать пенсии. Сейчас в Беларуси средняя пенсия – это примерно 40% от средней зарплаты. Но это средняя. Получается, если вы сегодня много зарабатываете, то ваша пенсия будет не 40, а 10%. Поэтому-то в Беларуси старики намного меньше друг от друга отличаются, чем люди трудоспособного возраста. Такова солидарная система. Михаилу Викентьевичу врачи поставили страшный диагноз – нужно ампутировать обе ноги. Как только мужчина вышел на пенсию, чтобы не быть обузой для дочери, поселился в доме для престарелых. Тогда ему было 60. Сегодня, чтобы жить в этом интернате постоянно, пенсии бывшего мастера на автозаводе не хватает, и свои зарплаты доплачивает дочка. Какое-то было соотношение, что делали людям, ну, отработал человек, работал по-настоящему. Работал в литейке человек, правильно? И работал человек, сидел 15 лет в тюрьме. Он выходит, и сейчас такая же пенсия. Это же, ну, обидно как-то. Ну, что сделаешь? Жить-то всем надо, конечно, но справедливость какая-то должна быть, скажем, человеческая. О необходимости проведения пенсионной реформы в Беларуси говорят давно. Вот только вопрос этот уж больно тонкий. Конечно, мы от этого никуда не уйдем. Но единственное, здесь не будет никаких невсплесков, никаких шоков и так далее. Это должно быть, как у нас записано и в программных документах, постепенный переход на условно-накопительные счета, когда, может быть, те же самые чаяния пенсионеров, которые иногда говорят о том, что хотелось бы, чтобы размер пенсии был индивидуально увязан с тем размером взносов, которые уплачивают конкретно они. И как раз переход на условно-накопительные счета даст возможность такой дифференциации. Условно-накопительные счета – это когда пенсия в какой-то степени будет привязана к зарплате. То есть вы перечисляете деньги не просто в фонд социальной защиты, а будто на свой счет. Но и здесь нет стопроцентной гарантии, что за добросовестный труд сегодня вы получите достойную пенсию завтра. На самом деле ты же будешь получать пенсию, опять же, из отчислений будущих рабочих, будущих занятых. И, соответственно, если их количество сокращается, то ты, конечно, если много работала всю жизнь, будешь получать больше, чем те, кто мало работал, но все равно мало по сравнению с тем, сколько ты получал раньше. Поэтому это такая полумера. Пенсионная система в Беларуси не менялась практически с советских времен. Еще в 1956 году был определен возраст выхода на пенсию. Для женщин это 55 лет, для мужчин – 60. Уже сегодня в Министерстве труда и соцзащиты рассматривают вопрос о том, чтобы увеличить пенсионный возраст. Сделать это рано или поздно все равно придется, даже несмотря на то, что сегодня ожидаемая продолжительность жизни у белорусских мужчин – 64 года. 86-летняя россиянка с экзотическим именем Клеопатра в Минск приехала, как сама говорит, доживать свой век. Дочка все обещала показать город, но так и не успела. Разбилась в автокатастрофе. Через год единственный внук Клеопатры Григорьевны погиб под колесами машины. Вот уже пятый год бабушка видит жизнь из окна своей комнаты в интернате. Пейзаж этот всегда один и тот же. Автомобили мчатся навстречу судьбе. А так, если, знаете, вот думать, что, ой, как мне плохо, ой, какая я несчастная, ой, как я покинутая всеми, это тогда уже не жизнь. А ну-ка, бабушки, а ну, прабабушки, докажем всем, что мы живем. Жизнь полнопробная, и бьет ключом она, не зря мы песни любим и поем. Ну вот, все открытки подписаны и отправлены. Спастись от одиночества и забыть хоть на какое-то время про свои болячки можно в этом клубе, уверены бабушки. И никакой пенсионный возраст не помешает Ларисе Павловне стать актрисой мюзикла. Возможно, когда-нибудь в Беларуси и вовсе отменят понятие пенсионного возраста, как это сделали в Англии, где уверены, что он ущемляет права пожилых. И где люди могут работать столько, сколько они сами считают необходимым. А пока около четверти белорусских пенсионеров продолжают работать. В основном из-за денег. Сейчас начинаем. Сейчас будем начинать. Экс-депутат белорусского парламента Сергей Костян на высокооплачиваемой пенсии. И все равно каждое утро в 9 часов Сергей Иванович на работе. Сегодня он возглавляет славянский парламент, международный орган, где работают депутаты 13 славянских государств. У нас не совсем совершенное законодательство. Когда человеку в полном расцвете силы, я знаю очень много у нас в республике, многих людей, которым, ну, исполнилось 61-62 года. Вот какому-то начальнику он чем-то не угоден, его тут же отправляют на пенсию. А он способный. Он может организовать и сделать лучше, чем тот, которому 40 лет. Его называют последним минским хиппи. Роскошная борода и белые кудри, резная трость из пробок и сигарета в длинном мыштуке. По натуре дед Казик-волшебник. А волшебники, как известно, не уходят на пенсию. Ведь человек живет, поверьте, не от Бога. Живет от радости и самого себя. Ведь у него вокруг. Ведь домочадцы. Хвалиться нужно и учить всегда, чтобы все стремились жить пристойно. Чтобы благодатно было в голове, уму, рукам. И чтобы жизнь была вся человечна. Сумей ты делать и удивляться сам. Народная мудрость гласит, богатый не тот, у кого много всего, а тот, которому мало нужно. Белорусские пенсионеры научились обходиться малым. Сегодня старики экономят на еде, одежде, путешествиях. Но при этом живут достойно и почти никогда не жалуются. И верят, что когда-нибудь государство оценит по достоинству труд былых лет. Кстати, Дед Мороз, благодаря которому наша жизнь хотя бы раз в году становится сказкой, тоже пенсионер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова